Рыночный бизнес должен пополнять не только карманы продавцов, но и городскую казну. А условия для покупателей соответствуют всем санитарным нормам. Незаконные павильоны рынок Октябрьский ликвидируют до конца следующей недели. Торговать там смогут только те продавцы, у которых документы в порядке. За последние четыре года с улиц города убрали порядка пяти тысяч незаконных торговых точек. В Самаре продолжают наводить порядок в сфере торговли. На прошлой неделе начался снос нелегальных павильонов на рынке Октябрьский. Вот что стало с машиной подрядчика, который убирал незаконные торговые точки. Их здесь было около сотни. По документам, площадь рынка почти в два с половиной раза меньше той, которую Октябрьский занимал в последние годы. Снос начался со стороны улицы Гастелло. На этой территории располагалось 34 незаконных объекта. Теперь здесь только руины. В результате экспертизы выяснили, легальный рынок начинается отсюда. Для жителей близлежащих домов Октябрьский – хорошее подспорье. Здесь горожане привыкли покупать овощи, фрукты, бытовую химию. Говорят, торговым сетям предпочитают частников. Особенно сейчас, когда цены в магазинах порой зашкаливают. Там пусто. Пусто в этих магазинах никто ничего не берет. А здесь все нормально. Народ старается. На антисанитарию на рынке большинство покупателей внимания не обращает. Здесь нет даже туалетов. Несмотря на это, ликвидировать на Октябрьском будут не все точки, а лишь те, которые находятся за легальными границами рынка. Добросовестных торговцев снос не коснется. Они всегда вооружены полным пакетом документов. Мы их можем проверить и на соответствие наличия документов, на товар. Мы можем их проверить на наличие санкнижки. Потому что, когда я к человеку подхожу, и он стоит в законных границах, я и к нему могу это все спросить. А когда я подхожу к человеку-предпринимателю, который стоит вне границ, и он делает, что с него спросить? С него спросить нечего. Олеся Захарова говорит, торгует овощами на Октябрьском уже 22 года. Уверена, легальное сосуществование – залог хорошего бизнеса и стабильного дохода. Чтобы на законных условиях все торговали, платили налоги – стой спокойно. Заплати налоги – спи спокойно. В Самаре работают более десятка обустроенных крытых рынков. Предпринимателям предлагают перебраться туда, но некоторые незаконные торговцы наотрез отказываются. Придется платить и аренду, и налоги. В знак протеста портят имущество подрядчиков. Чтобы такого больше не повторялось, на рынке поставили ограждение и усилили охрану. С 2010 года в Самаре ликвидировали около десятка несанкционированных рынков, а также порядка пяти тысяч отдельных торговых точек. Вскоре демонтаж Октябрьского завершится. Территорию вокруг рынка благоустроят. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Купить продукцию от производителя и при этом сэкономить можно будет на сельскохозяйственной ярмарке. Она начнет работу в преддверии праздников – Дня защитника Отечества и Масленицы. Площадки для торговли уже выбраны. Это Куйбышевские, промышленные и советские районы города. Ярмарки будут работать 20 и 21 февраля с 9 утра до 6 вечера. О сдерживании роста цен на продукты в своем послании говорил губернатор Самарской области. Ярмарки – хорошая возможность купить овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию без торговых наценок. Теперь в Самаре они станут традиционными. Наша задача – максимально соединить производителя и конечного потребителя продуктов питания. Поэтому, если раньше ярмарки были только в осенне-летний сезон, то сейчас мы будем их проводить постоянно. Закупить свежие продукты напрямую, без посредников, в следующий раз самарцы смогут накануне 8 марта. Весна, помимо праздников, приносит с собой и сезонные заботы. В регионе готовятся к предстоящему паводку. Коммунальщики и ресурсоснабжающие организации должны быть во всеоружии к 15 марта. Задачи поставлены четко – предотвратить или минимизировать ущерб от грядущего половодья. Представители администрации всех районов Самары еженедельно отчитываются о проделанной работе. В департаменте ЖКХ предупреждают – особенно важно следить за обстановкой на объектах жизнеобеспечения, а также на придомовых территориях, попадающих в зону подтопления. Для экстренного принятия мер поставлена задача – заготовить резервы стройматериалов. Снега очень много. Этот снег скопился на опасных территориях, в частности по жилым домам. Сейчас снег убирается, складируется где-то в какие-то кучи, потом кучи не вывозятся. Снег начинает таять и подтапливаются потом жилые дома, территории прилегающие. Сделать улицы города чище, сократить численность безнадзорных животных и увеличить количество насаждений. Об этом шла речь на встрече главы администрации Самары Олега Фурсова и председателя Совета Зеленой Лиги Сергея Симака. Чем экологи могут помочь в благоустройстве города, расскажет наш корреспондент. За чистую Самару. Общественное движение под таким названием в ближайшее время может появиться в областной столице. В него войдут все неравнодушные самарцы, которые готовы помочь сделать город еще чище и благоустроеннее. Глава администрации Олег Фурсов предложил председателю Совета Зеленой Лиги Сергею Симаку активнее привлекать в новую организацию молодежь. Ребята очень сильно заряжены на позитив, но нет какой-то направляющей, которая могла бы мобилизовать их энергию на развитие города. И вот если бы такая инициатива вышла, там, за чистую Самару, я думаю, что мы бы оказали со своей стороны поддержку. Особого внимания требуют и леса. Ежегодно на территории лесных зон инспекторы департамента благоустройства и экологии находят несанкционированные свалки. Выставить охрану есть возможность далеко не везде, поэтому помощь инициативных групп здесь может быть полезна. Потому что терпеть, конечно, уже невозможно. Когда просто возят тоннами, десятками тысяч тонн мусор, сваливают в зеленых зонах, договорились и фотоловушки ставить, в некоторых местах мы ставим будки с охраной. Но это не решение вопроса. Должна быть просто обстановка нетерпимости созданных в отношении этих людей. О них должна знать общественность, они должны быть показаны по телевизору. У нас в Зеленой Лиге вообще организация сетевая, в ее составе около 30 других организаций разных, часть из которых тоже занимается волонтерской работой. И в этом году мы планируем эту работу усилить очень сильно. Экологов беспокоит не только мусор на улицах. Немало неприятностей доставляют безнадзорные животные. С этой проблемой усиленно борются уже несколько лет. Но полностью решить вопрос пока не удалось. Сергей Семак предложил новый подход. Нам надо перейти от охоты на бездомных собак к обслуживанию территорий, к полному тотальному контролю участков, выделок, на которых будут люди, отвечающие за то, чтобы на этой территории не было ни одной нестерилизованной собаки. Глава администрации инициативу поддержал. Мэр поручил руководителю Департамента благоустройства и экологии более детально проработать этот вариант решения проблемы безнадзорных животных. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. Разбор полетов. Федеральное агентство воздушного транспорта аннулировало сертификаты авиакомпании «Ир Самара». Их отзыв связан с грубыми нарушениями, которые привели к серьезным происшествиям самолетами этих авиакомпаний в ноябре 2014 года и январе текущего. Руководство авиакомпании ненадлежащим образом относилось к мерам безопасности. И как итог, 25 ноября самолет авиакомпании, летевший в «Самару» из Ульяновска, совершил аварийную посадку из-за не вышедших стоек шасси. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. И это не единственный случай, когда жизнь пассажиров подвергалась опасности. Опасность могут представлять и радиоуправляемые самолеты. Авария с участием одного из них чуть не произошла в селе Подстепки. Самолет потерял управление прямо над дорогой, по которой в это время двигался автобус и чуть не влетел в автомобиль. В последний момент пилот успел увернуться, и самолет благополучно взлетел. Автор видео выложил его в группе «Автомобильная столица». В комментариях под видео пользователи отметили опасность такого вида развлечения. При потере управления самолет может упасть на машину и разбить ее, а в случае столкновения с человеком покалечить его винтами. Встал грудью на защиту трамвая и пострадал. Новые подробности по факту избиения водителя трамвая. Напомню, 1 февраля Владимир Истаханов на узловой станции на улице Тухачевского хотел помешать вандалам рисовать граффити на вагоне стоящего трамвая. Сделал замечание, в ответ пятеро хулиганов напали на сотрудника ТТУ, повалили на снег и избили. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Владимир Истаханов – один из лучших молодых сотрудников трамвайного депо. В свои 26 лет уже успел стать водителем первого класса. Работал он с 2010 года, закончил с отличием нашим техникам транспорта и коммуникаций. Через два года он получил второй класс, участвовал в городском конкурсе. Он не только, можно сказать, защитник, хороший человек, настоящий мужчина, но он и ценный сотрудник для нашего предприятия. Пострадавшему от рук вандалов руководство ТТУ оказало поддержку и материальную помощь. Кроме того, по заявлению в полицию было заведено уголовное дело. Хулиганов будут искать правоохранительные органы. О результатах следствия мы будем сообщать дополнительно. Более 6 тысяч человек прибыли из Украины в Самарскую область. Около трех тысяч из них разместились в Самаре. Итоги реализации госпрограммы по переселению соотечественников подвели в областном правительстве. Теперь гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке приезжие могут получить в течение трех месяцев. На вручение паспортов новым гражданам России побывала наша съемочная группа. Новая жизнь на новом месте. Семья Чумаченко приехала в Самару из Запорожья в марте прошлого года. О смене места жительства задумывались давно. Когда на родине начались боевые действия, выехали в Россию в течение суток. В Самаре семью встретили радушно. Сначала жили у родственников, сейчас нашли работу и рады, что вовремя приняли судьбоносное решение. Самара для меня большая семья. Я сразу могу сказать, очень хорошие, открытые люди, добрые люди. Низкий поклон всем людям Самары. Игромное спасибо нашей семье, дальним родственникам, которые не отказали, проявили такую щедрость души. Приняли нас в свою семью. Мы теперь граждане России. Всего на территорию области прибыло более 6 тысяч беженцев из Украины. Для них оперативно были открыты 19 пунктов временного размещения. Организован сбор гуманитарной помощи. Людям помогли оформить все необходимые документы и трудоустроиться. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан особенно отметил работу Министерства труда. В прошлом году его возглавлял Олег Фурсов, который сейчас является главой администрации Самары. Он, будучи министром труда, очень серьезно занимался этим вопросом. Я сказать ему в присутствии всех должен, что работу, которую он проводил, она приносила результат. И, как я уже отмечал, что в связи с тем, что мы не только размещали людей, но и оказывали всяческую другую помощь людям в самых различных направлениях, нас отмечали, что и ставили в пример другим субъектам нашего Приворско-федерального округа. Команда, которая сформирована Николай Меркушкиным в области, она работает очень профессионально, очень системно, в интересах людей. В первые же дни был создан штаб. Это позволило нам буквально с первых дней вот этой трагедии, которая сыгралась на Украине, очень четко, профессионально, системно выполнять свои обязанности. Кроме беженцев из Украины, гражданами России хотят стать и жители других государств. С 2014 года в области действует государственная программа по переселению соотечественников. С начала ее реализации поступило более полутора тысяч заявлений от граждан Израиля, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Армении и Молдовы. Теперь получить гражданство они могут в упрощенном порядке в течение трех месяцев. Раньше на это требовалось от трех до восьми лет. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. Самолеты, турбины, летящие звезды. Десять мемориально-информационных стендов, посвященных истории промышленных предприятий Самары, откроются вместе с Триумфальной аркой на Аллее Трудовой Славы. На совещании в мэрии обсудили, как идет подготовка к праздничным торжествам. Долгожданный праздник 70-летия Победы в Великой Отечественной войне не за горами. Самара полным ходом готовится к этому событию. К открытию Триумфальной арки, которую уже начали устанавливать на пересечении улиц Кирова и юных пионеров, планируют отремонтировать и декоративные входные стелы-звезды. На совещании по благоустройству Аллеи Трудовой Славы собрались представители администрации Самары и руководители промышленных предприятий, чьи информационные памятные стенды располагаются на протяжении всего объекта. На нем расположены 10 крупных мемориальных сооружений, которые в свое время создавались за счет промышленных предприятий, крупнейших промышленных предприятий региона. И я хотел бы выразить вам признательность за то, что практически все предприятия, мы сейчас это поподробнее обсудим, поддержали нашу инициативу и уже ведут, кто-то уже ведет восстановительные работы, кто-то подготовительные работы. Мемориальные сооружения «Триумфальную арку» планируют открыть в начале мая, но это еще не все. Аллея должна стать знаковым легендарным местом города, уверены в город администрации. Но пока некоторые представленные стенды не соответствуют требованиям и нуждаются в доработке. Он должен все-таки носить характер менее рекламного, более содержательного. Но сегодняшний день, то, что вы представили, это все-таки носит в первую очередь некий рекламный характер. Если сюда добавить людей, например, тех, которые действительно вложили вклад в историю и так далее, даже в этот слайд, когда мы совмещаем современную молодежь и людей, которые создали это предприятие, но уже по-другому будет читаться. Некоторые промышленные предприятия уже начали подготовительные работы на своих участках. Завершить реконструкцию памятных стендов должны к 9 мая. После чего за дело возьмется подрядная организация и окончательно благоустроит аллею трудовой славы. Установят новый бордюрный камень, положат плитку и высадят цветы. Мариана Мирная, Алексей Золотенков, События. Выставка, на которой представлен необычный экспонат, открылась в Самаре в областном доме журналиста. Уникальные серебряные монеты, отчеканенные по картине самарской художницы Анны Горбуновой, на которой изображен Владимир Высоцкий. Как возникла такая идея, расскажет Валерия Квасневская. Главным экспонатом, которым было приковано внимание посетителей выставки, стала монета, посвященная памяти Владимира Высоцкого. Она создавалась в трех странах. Печаталась в Швейцарии, затем немецкие специалисты покрыли монету цветной эмалью, а оригинальная упаковка, выполненная в форме аудиокассеты, была создана в России. Но главный облик барда на серебряной монете был взят с картины самарской художницы. Я готовилась для конкурса «Лучший портрет, образ Владимира Семеновича Высоцкого», который проходил на Таганке в Москве в 2012 году и стала победителем в этом конкурсе в номинации «Приз зрительских симпатий». Но, как известно, что народная любовь – это самая ценная любовь, видимо, поэтому моя картина и пошла на монету. Монету уже выпустили тиражом в пять тысяч экземпляров, но в Самаре она пока не продается, хотя в ближайшее время у нумизматов появится возможность ее приобрести. Она является официальным платежным средством, ее стоимость составляет тысячу франков, и при случае вы вполне сможете расплатиться ею, будучи на отдыхе, в государстве Бенин. Это изготовление монеты серебряной. Во всяком случае, я у нас в Самаре не знаю, у южных, которые этим занимались. И результат, как я вижу, очень достойный. Это действительно вещь, которая может украсть коллекция многих людей, не только любителей искусства, но и просто представлять собой вот такую художественную цель. Остальные картины самарской художницы Анны Горбуновой пока на серебре не представлены. Зато в художественной технике представлены в развернутом объеме. Увидеть их может любой желающий. В Самарском доме журналиста до 16 марта по будням. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События. Не знаю, будет ли действительно монета с изображением Высоцкого в Египте, а вот рублем там теперь можно расплатиться вполне законно. Такие договоренности были достигнуты в ходе визита президента России Владимира Путина в Египет. Сейчас страны работают над организацией расчетов в двусторонней торговле в национальных валютах, то есть в рублях и в египетских фунтах в обход доллара. Власти Египта также рассматривают вопрос продления отмены визового сбора для россиян на летний сезон. Напомню, египетские власти отменили визовый сбор в 25 долларов для россиян на период с 15 января до 30 апреля 2015 года. Эта мера призвана поддержать поток туристов в условиях кризиса на туристическом рынке России. В прошлом году страну посетили 3 миллиона граждан Российской Федерации. Телефон редакции 202 11 22, наш сайт samaragis.ru Читайте нас в твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Samaragis на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи! Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Samaragis. Суммарная задолженность по зарплате в России за январь увеличилась на 457 миллионов рублей или на 22,8% и составила 2,5 миллиарда рублей. Такую информацию приводит Росстат. Отмечается, что задолженность из-за отсутствия у организации собственных средств на 1 февраля составила 2 миллиарда 47 миллионов рублей. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 37 миллионов рублей. В добывающих, обрабатывающих производствах, рыболовстве и рыбоводстве, на транспорте, в организациях научных исследований и разработок 100% просроченной задолженности по заработной плате образовано из-за нехватки у организации собственных средств. Странно, что в прокуратуре до этого дела нет. Центробанку выразили недоверие. Вот это поворот! Дело в том, что глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил первому зампреду правительства Игорю Шувалову обращение, в котором попросил ограничить полномочия Центробанка на время кризиса. Дескать, операции по кредитам остановились, много должников и так далее. В общем, все плохо и надо бы Центробанку придержать коней. Но! Если почитать дальше, то выяснится интересное. Банкиры просят до конца года не наказывать кредитные организации за любые нарушения, а за совершение сомнительных операций на срок до 1 января 2017 года. А еще регулятор не должен в течение ближайшего года ограничивать ставки по потребительским кредитам. Воистину, если ты нашел честного банкира, то это точно не банкир. Хорватия и Россия могут провести перекрестный год туризма. В рамках этого мероприятия возможно смягчение визового режима Хорватии для российских туристов. Сейчас получить хорватскую визу проще, чем в любую другую страну Европы. Для этого туристу нужно всего три дня. А в случае экстренной необходимости он получит визу вообще за 15 минут. Между прочим, в течение последних двух лет с момента введения виз, Хорватия наблюдала планомерное падение российского турпотока. Ну, грех не воспользоваться шансом и все поправить. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1807 пунктов. Лидеры роста – акции Мичелла, Распадской, Яндекса и Аптечной сети 36,6. Среди лидеров падения – бумаги Дикси, Айфка, Система, Россетей и группы Пик. Внешний фон умеренно позитивный. На сегодня это все. Удачи в делах. Крылья Советов обыграли Красноярский Енисей. Волонтеры обеспечат безопасность на матчах на стадионе «Металлург». Делегация FIFA посетит Самару в июне. В заключительном матче на групповой стадии Кубка ФНЛ Крылья Советов обыграли Красноярский Енисей со счетом 3-0. Все голы были забиты во втором тайме. Первый гол забил с пенальти Эмин Махмудов на 53-й минуте после игры рукой защитника Енисея. На 78-й тот же Махмудов снова поразил ворота красноярцев. И снова с 11 метров. За три минуты до окончания основного времени форвард Владимирского торпеда Михаил Земсков, находящийся в крыльях на просмотре, забил красноярцам третий мяч и установил окончательный счет в матче. Крылья сохраняют шансы на выход из группы С с первого места, если «Сокол» и «Тюмень» сыграют между собой в ничью. Волонтеры активистов движения «Болельщиков» и отряды добровольной народной дружины помогут обеспечить порядок во время матчей на стадионе «Металлург». К такому выводу пришли представители мэрии Самары и правоохранительных органов в рамках совместного заседания по профилактике правонарушений, прошедшего в городской администрации. В Самаре только в прошлом году было организовано 200 общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий, при проведении которых поддержку полицейским в обеспечении правопорядка оказывали дружинники. Делегация FIFA посетит Самару в июне этого года, заявил генеральный секретарь организации Жером Вальке. Последний раз представители FIFA приезжали в Самару в июне 2012 года. Тогда они осмотрели площадки под будущий стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года у речного вокзала и фан-зону на площади Куйбышева. В июне прошлого года базу крыльев-советов посетил представитель FIFA Даниэль Кох. Он ознакомился с инфраструктурой Самары. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok